всем привет друзья на связи юрий это канал тик-так мир мир японских часов мы с вами занимаемся тем что смотрим на часы и радуемся им критикуем и все остальное тоже делаем и так дождались сейка кардинально изменила обновила свой механизм теперь это 5x53 и впервые с 2012 года они что-то действительно улучшили и добавили обо всем этом конечно же расскажу давайте начинать потихонечку с материалов корпуса друзья это титановые часы покрытие diashilt от царапин покрытие comfotex гипоаллергенная для тех у кого чувствительная кожа но на самом деле ведь применяется очень и очень хорошие материалы корпуса поэтому я думаю без этого покрытия ничего бы с нежной чувствительной кожи не произошло браслет матовый с такой центральной глянцевой полоской очень кстати напоминает браслет casio oceanus manta предыдущей ревизии сейчас вы знаете в с 4000 другие браслеты стеклышко сапфировая двусторонний антиблик естественно полностью прозрачная и полностью ровная кто любит хорошую выпуклость здесь друзья извините обломитесь а вот безель между прочим керамика это очень даже хорошо и посмотрите он косой раньше он был как такая шайба с резкими краями можно сказать действительно похож был на шайбу и часы от этого казались большими теперь нет теперь часы кажутся такими неплохими и вы знаете очень напоминать стали они модельку от океанус между прочим не знаю скажите что думаете но дизайн очень такой стал прям прям похоже действительно очень и очень скажите что об этом думаете кстати битва gps ради синхронизации этих моделей обязательно будет верхнем правом углу посмотрите когда она выйдет будет ссылочка подсказка калибра в этих часах применяется 5x53 естественно это solar здесь друзья есть дата между прочим день недели указатель запаса хода двойное время вот на шести часах циферблат мирового времени нет например секундомер здесь если что но есть летнее зимнее время кому хочется кому понадобится время работы часов в полной темноте около двух лет при включенной функции сохранения энергии и так из того что новое появился этих часах узнать я всегда ругал астрон за то что они медленно крутит стрелки ну прям бесило ждать вот это вот покупая часы более чем за 100 тысяч рублей ждать пока не прокрутить стрелки давайте посмотрим как обстоят дела например для того чтобы перевести время нам с вами нужно за одну головку на один щелчок и вот секундная стрелочка смотрите она указывает на часовые пояса я вам скажу что стала крутится действительно быстрее на самом деле отклик немного дольше на движение заводной головки в секунду стрелки нежели чем на океанус например но тем не менее движение стрелок стало лучше раньше был один мотор на все а теперь вы видите независимые полностью моторы и стрелки крутятся сами по себе часовая стрелка не ждет пока минутная пройдет целый круг это очень круто также настраивается и циферблат мирового времени заводную головку на два щелчка и внимание на 6 часов смотрите здесь вообще все молниеносно просто происходит это очень здорово на самом деле сайка здесь потрудились но к минусу сайка отмечу что очень давно сети знака сего так уже умеют также новой фишкой является быстрое переключение мирового времени и основного для этого вот эти две кнопочки смотрите так вот чик нажали вместе и все они должны перекрутиться это происходит не так быстро как например на кассе океанус но тоже достаточно хорошо очень удобно в поездках например это тоже новая фишка нового калибра 5x53 и вторая фишка на относится к браслету браслет здесь естественно литой задняя крышка закручивается глухая водозащита вообще на часах 100 метров аккуратно все это в общем смотрите ребят очень давно на citizen и на кассе есть система быстрого удлинения браслета естественно застежка литая крайне звенели ты это само собой смотрите как это работало там зажимаете кнопочки и двигаете и в общем-то сейка придумал то же самое три режима положения не у себя на сайте пишут что мы забрели абсолютно не очень так скажем плавно работает ну потому что все в пленках естественно не очень удобно вообще три режима есть промежуточный примерно 6 миллиметров идет движение это очень хорошо сейка конечно говорит что они что-то новое изобрели на на самом деле это очень давно есть у кассе и citizen хорошо что добавили мне это нравится это действительно удобно и очень не хватает например в моих часах кассе у манта где такой штуки нету ну что давайте подведем итоги что нам дал новый механизм 5x53 быстрое переключение между основным и мировым временем застежка с быстрой системы удлинения и независимых три моторчика для часовой минутный и вот вот этого мелкого циферблата стрелочки действительно теперь бегают быстро это круто на самом деле по размерам часов что хочу сказать часы небольшие они прям меньше чем предыдущие астроны если любите большие вам они точно не понравится диаметр стекла 35 миллиметров безель 42 миллиметра 46 полностью до заводной головки и высота всего 50 миллиметров это действительно очень мало для часов такого плана с gps калибром толщина 12 2 миллиметра что также немного вес 105 грамм здесь между дужками 21 миллиметра можете поставить ремешок никаких проблем нет как работают эти часы с без я вам обязательно покажу наверху будет ссылочка подсказка на битву сейка и океанус кто победил все увидите все посмотрите но уже могу сказать что чип gps хороший и работы действительно быстро и так в итоге что я хочу сказать ребят хороший конкурент океанус появился на самом деле они даже похожи на океанус не могу сказать что по красоте выигрывает все-таки чем-то океанус берет чем-то они все-таки лучше но теперь сейка по крайней мере не отстаёт в плане технологий хорошая работа чипа gps классное движение стрелок всех вы видели все очень быстро браслет нормально можно укоротить не снимая его даже с руки практически не нужно никаких инструментов все это очень удобно и очень хорошо также можно быстро переключить время мировое и основное это тоже очень хорошо керамика действительно плюс вполне такой симпатичный внешний вид смотрите да здесь нет например bluetooth для обновления чипа gps но его пока нет и в citizen только есть касио таким образом могу сказать что на лидирующих все-таки ролях сейчас касио со своим блютусным механизмом и потом уже идут сейка citizen принципе даже наверное знаете равные такие конкуренты есть кстати даже люминофор есть и очень неплохой супер люми bright от сейка и того друзья какие выводы за свои деньги а это 200 300 японских иен кстати базовый океанус сапфировым безелем также стоит 200 300 японских иен то есть цена одна мы с вами получаем обновленный чип gps достаточно хороший корпус нормальное движение стрелок нормальный браслет со своей системы быстрого удлинения все это есть то есть вполне себе хорошие современные часы и очень большой выбор по расцветкам уже что-то вышло что-то планируется я вам скажу что конкурент для океанус такой действительно значимый но пока океанус все-таки красивее как по мне не знаю может быть я надумываю но лично для меня океанус все-таки как-то выглядит по симпатичней поярче сейка сразу теряется посмотрите то есть даже циферблат все-таки на сейков он простой не умеют они делать циферблаты солнечными панелями но как-то вот не могут научиться хотя сейка например уже до чем касио но это незначительно касио просто имеет выпуклый сапфир а здесь я повторюсь он не выпуклый но в целом эти часы хорошие и сейка сделала хорошую работу над ошибками за что им спасибо с вами был юрий всего доброго всего наилучшего носите самые лучшие часы всем пока и